Новым руководителем станции скорой помощи в Омске стал Михаил Куличенко, анестезиолог-реаниматолог по образованию и священник по призванию. В свободное от работы время он трудится в местном православном храме и считает, что медицина создана в помощь вере. Когда с молитвой проводишь медицинские манипуляции, то понимаешь, правильное решение ты принял или неправильное. Господь своими духовными наблюдениями служитель культа. Кроме того, Куличенко убежден, что врача к человеку посылает бог, и если врач не смог помочь пациенту, то такова воля создателя. В общем, мои соболезнования жителям Омска. А это 346-й выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, атеизм норма жизни. Почему новость о подписании президентом России закона о пожизненном тюремном заключении для педофилов появилась на сайте религиозных новостей? Все просто. Проблема педофилии стала для крупных религиозных организаций практически родной. Для католической церкви это уже давно головная боль, а с недавнего времени факты растления несовершеннолетних служителями культа будоражат и РПЦ. Хотя представители последней стараются делать вид, что ничего страшного не происходит, а если и происходит, то не в таких масштабах, как у католиков. В Ватикане сейчас всячески защищают бывшего папу римского Бенедикта XVI, который врал относительно того, что был не в курсе действий священника-педофила из подведомственной ему епархии. В 80-х годах папа-пенсионер проигнорировал факт того, что некий служитель культа попался на педофилии и разрешил ему работать в приходе. Уже в наши дни Бенедикт пытался скрыть этот случай, но его вывело на чистую воду немецкое адвокатское бюро, после чего представитель Ратцингера заявил, что папу не так поняли. Редакционный директор Ватикана Андрея Терниелли уверяет, что ситуация под контролем, а Бенедикт вообще не при делах. Тем более, что он является первым папой римским, который встретился с жертвами педофилов в сутанах. Надо сказать, достижение так себе, учитывая, что к моменту встречи Ратцингера с пострадавшими от домогательств служителей культа, католическая церковь уже вовсю трещала по швам не только от бесчисленных обвинений в изнасилованиях и покрывательству педофилов, но и от многомиллионных исков, которые в конечном итоге разорили не одну епархию. Спасая бизнес на Христе, можно встретиться с кем угодно, что успешно продемонстрировал папа Бенедикт. Точно так же не от хорошей жизни нынешний глава Ватикана Франциск собирается в марте встречаться с представителями коренных народов Канады и, вероятно, извиняться за действия представителей церкви, которые принимали участие в государственной программе ассимиляции, длившейся вплоть до 1996 года. Под присмотром священников и монашек, изъятых из семей детей инуитов, отучали от родного языка, запрещали следовать традициям и всеми возможными способами навязывали христианскую религию. В настоящий момент число погибших в католических школах из-за жестокого обращения и болезни детей составляет до 6000 человек. Принимая во внимание, какой резонанс вызвали недавние страшные находки на территориях канадских католических школ и подробности того, как работники церкви издевались над воспитанниками, у папы просто нет выбора, как признать, что религиозная организация в очередной раз облажалась по самые уши. Хотя едва ли в будущем такой поступок Франциска можно будет считать чуть ли не подвигом, как осуждение церковной педофилии Бенедиктом XVI сегодня считают чуть ли не величайшим достижением папы-пенсионера. Православная церковь внезапно обеспокоилась существованием магазинов, продающих разнообразную интим-атрибутику. Возбудившимся от такой бездуховности оказался митрополит Иларион, который рассказал, что РПЦ приветствовала бы запрет на деятельность подобных торговых точек, ибо не потрепщено это. Высокопоставленный служитель культа объяснил, что церковь выступает против разврата в любой форме. Секс-шопы, по мнению Илариона, являются узаконенным развратом, а потому должны быть запрещены. Узаконенным и должны быть запрещены. При этом митрополит признал, что мнение церкви по этому вопросу никого не интересует, когда принимаются решения об открытии таких магазинов. И выразил сожаление, что религиозная организация не может диктовать государству свою позицию относительно секс-шопов и прочих бездуховных вещей. Давайте посмотрим, какими предложениями в последнее время одаривали светское общество, стоящее на страже нравственности представители православной церкви. Их очень легко отыскать в поисковике по запросу РПЦ предложило запретить. Вот, например, православные гиганты мысли не так давно призывали запретить концерты Тили Линдемана. Видимо, один единственный эпатажный артист способен и камня на камне не оставить от годами создаваемой РПЦ духовности. Просили запретить суррогатное материнство, магазинам работать по воскресеньям, использование эмбриональных тканей и клеток для научных и медицинских целей, оскорбительной карикатуры не только в России, но и во всем мире. А буквально на днях в РПЦ поделились идеей об отказе от Григорианского календаря и возвращении к Юлианскому. Видимо, это и есть тот самый последний шаг на пути построения светлого будущего на земле под знаменами православной церкви. Но только после закрытия всех секс-шопов и замены кричащих вывесок магазинов, которые так сильно мозолят глаза представителям РПЦ. Но если серьезно, то почти все инициативы православной церкви далеко не о созидании. Запретить, запретить, запретить и еще раз запретить то, что до этого еще не запретили. Не то чтобы мнение представителей церкви является лакмусовой бумажкой. Знаете, когда если что-то запрещают, то имеет смысл как следует присмотреться к запрещаемому, а вдруг что-то дельное. Однако доля истины в таких размышлениях все же есть. И хорошо, что в церкви до сих пор ничего не знают про эффект Стрейзанд. А если бы знали, смогли бы в РПЦ призвать запретить самих себя, чтобы тем самым повысить свою популярность. Может быть, стоит попробовать? А вдруг получится? Я люблю предсказания. Неважно какие. Религиозные, источниками которых являются какие-нибудь дико авторитетные в духовной среде святые или блаженные, или же те, которые исходят от всяких экстрасенсов и прочих провозглашенных пророков своего отечества. Каждый год появляются свежие предсказания болгарской провидицы Ванги на ближайшую пятилетку. И это при том, что Ванга умерла еще в 96-м году. Знаменитый Нострадамус отошел в мир иной еще раньше, но продолжает уверенно штамповать пророчества благодаря бурной фантазии своих последователей и тех, кто гонится за громкой сенсацией. Так же, как и знаменитый Эдгар Кейси и даже Григорий Распутин. Я уже не говорю про предсказателей более мелкого калибра, которые с года в год предсказывают все новые концы света. Покойная Ванга и сонм других давно умерших пророков безмолвно предрекают то, что хотят слышать массы, ежегодно ожидающие падения Америки, затопления Европы, Третьей мировой войны и какого-нибудь пусть завылявшегося и второсортного, но все же апокалипсиса. Но когда конца света не происходит, извержение вулкана не случается, а глобальный вооруженный конфликт так и не начинается, об этих самых предсказаниях уже никто не вспоминает. Ну, взять хотя бы ту же самую Вангу, чьи пророчества при жизни не отличались ни конкретикой, ни точностью, а уж после смерти и подавно. Прикрываясь авторитетом болгарской прорицательницы, выдумывающие от ее имени предсказания щелкоперы всех мастей пророчат что угодно. Ванги приписывают разговоры о большой мусульманской войне в 2016 году, создании вокруг Рима к 2043-му государства террористов, крахе Европы уже к концу 2016-го и бараке Обаме как последнем президенте США. Ванга якобы еще в конце 80-х предсказала теракт 11 сентября. Да вот только польза от таких пророчеств более чем сомнительно. Какой смысл в приписываемом болгарской прорицательнице предсказании разрушительного цунами 2004 года, если это пророчество не спасло ни одно из более чем 200 тысяч унесенных стихией жизней? Потому что о самом пророчестве стало известно уже после того, как произошло подводное землетрясение и огромная волна накрыла Индонезию, Таиланд, Индию и Шри-Ланку. В 2011 году СМИ опубликовали предсказания великого колдуна Мексики Антонио Васкеса Альбе на 2012 год. Однако Альба не подтвердил свой высокий статус могучего колдуна. Когда какие-либо события, пусть и в довольно расплывчатых формулировках, все же были угаданы, произошло это исключительно благодаря даже не везению, а анализу происходящих в мире событий. Не составляет большого труда предсказать, что болезнь президента Венесуэлы будет прогрессировать, поскольку еще в 2011 стало известно о том, что у Чавеса обнаружен рак. Однако в вопросе выборов президента США в 2012 году шансы угадать нового старого лидера нации были 50 на 50. То есть, как в анекдоте. Или угадаешь, или нет. Но давайте разберем предсказания Альбы по пунктам. Не для того, чтобы посрамить смекалистого мужика, а просто потому, что его история типична для любого пророка, чьи предсказания слушают с большим интересом, но с которого не спрашивают за 99% его неудачных пророчеств, по причине того, что к предсказанному сроку о них уже никто не помнит. Первое, о чем заявил колдун в 2011 году, конца света, который якобы должен наступить по календарю майя, не будет, но спокойным 2012 год не назовешь. Тут не нужно быть семипядей во лбу и тем более предсказателем от рождения, чтобы сообразить, что конец света по версии майя не состоится. Хотя бы потому, что сами майя никакой конец света никогда не предсказывали. Да и то, что новый год будет ненамного легче предыдущего, учитывая постоянные конфликты, возникающие в самых разных точках планеты, вполне очевидная вещь. Поэтому любое предсказание, содержащее эти два вышеупомянутых тезиса, идеальный и беспроигрышный вариант для любого пророка. Второй пункт. Сирию ждет гражданская война и вторжение извне. Также ничего сверхъестественного, учитывая тот факт, что конфликт в Сирии назревал давно. Предполагать, что в 2012 начнется активная фаза, вполне логично, тем более, что гражданская война в Сирии началась еще в марте 2011. Что ж, первое удачное попадание в цель. Но это всего лишь результат элементарной осведомленности о ходе политических и военных противостояний. Третий пункт. Альба считает, что в США сменится президент. На ноябрьских выборах, по данным пророка, Обама проиграет. Известно, что Обама выборы выиграл и смены президента в Штатах не случилось. Чтобы успешно предсказать это событие, минимальных познаний в политике уже недостаточно. По этой причине предсказатель и ошибся. Качество пророчеств мексиканского колдуна оставляет желать лучшего. 2012 год он откровенно завалил и, полагаю, завалил и все последующие годы. Но, несмотря на это, он продолжает скармливать журналистам новые пророчества собственного изготовления. Кстати, в 2007 году мексиканец предсказал, что Фидель Кастро не доживет до лета. Умрет также и поп-певица Бритни Спирс. Кастро скончался в 2016, а Бритни здравствует и поныне. И почему Альба слывет великим предсказателем, для меня остается загадкой. Православная церковь строго-настрого запрещает своей пастве пользоваться услугами астрологов и прочих предсказателей, но при этом имеет своих штатных пророков, некоторые из которых обладают достаточно высоким религиозным статусом. Имя Матроны Московской сейчас на слуху у многих православных. Однако, помимо раскрученных чудотворцев от Господа, есть и провидцы рангом пониже. Вот, скажем, некая Пелагея Рязанская, скончавшаяся в 1966 году и почитаемая отдельными верующими как блаженная, в свое время напророчила незавидную судьбу для России. Жила она в советскую эпоху, а потому главным злом этого мира считала атеизм, с которым верующим людям нужно бороться не покладая рук. А если эту борьбу бросить, тут же на христианство обрушатся серьезные испытания и вообще все пойдет наперекосяк. Кроме того, Пелагея предсказала, что Санкт-Петербург превратится в сатанинское логово, Москва провалится под землю, а вместо Казани будет море, что, надо думать, не такая уж плохая новость для жителей города. Справедливости ради стоит сказать, что культ Пелагеи Рязанской жестко критикуется церковью, представители которой считают, что предсказание старицы на самом деле выдумал и ее крестник. Однако у самой РПЦ есть козыри в рукавах, то есть вполне официально признанные прозорливцы. В числе таковых уже упоминавшаяся Матрона Московская, на чьих мощах церковь делает неплохую кассу. А есть еще местно чтимый святой Феодосий Кавказский, будто бы предсказавший то ли Вторую, то ли Третью мировую войну, в которой России уготована главная роль. Или святой Лаврентий Черниговский, грезивший о глобальном ядерном конфликте также не без участия России. Вообще, вставание России, а вместе с ней православной церкви с колен и грядущая масштабная война, одни из излюбленных тем православных провидцев. Оно и понятно. Чем как не войной пугать людей и тем самым пытаться привить им религию, основой которой всегда был страх? Имеются в РПЦ и современные пророки. Летом 2021 года настоятель храма Георгия Победоносца в Челябинской области Виктор Максимов предсказал прихода Иисуса Христа через три с половиной года. Так что на подготовку к апокалипсису на данный момент у нас осталось... ровно три года. Только ради Бога не перепутайте. Вот тут не чистые силы и шарлатаны, а здесь исключительно божественная духовность. Хотя точность предсказаний и у тех, и у других абсолютно одинаковая. Если вы решили, что сейчас будет выдуманная история, созданная больным воображением проклятых безбожников-сатанистов специально для того, чтобы разрушить прочную дружбу христиан и мусульман, то вы ошиблись. Это абсолютно реальный случай, произошедший в Уганде в этом году. А случилось там вот какое происшествие. В Кампале решили организовать диспут с участием авторитетных проповедников от христианства и ислама. Идея сама по себе неплохая и, вероятно, поддержанная местным населением, готовившимся лицезреть любопытное богословское шоу. Однако диспут получился не совсем таким, каким его представлял себе 43-летний христианский миссионер Чарльз Камье. Не доходя до того места, где должна была состояться дискуссия под открытым небом, проповедник повстречал представителей самой мирной религии в количестве восьми человек. Казалось бы, бояться нечего, но представители самой мирной религии в тот день почему-то были настроены не совсем мирно, ибо сразу решительно заявили миссионеру, что пришли отправить его к Аллаху. Камье заподозрил неладное, поскольку сообразил, что этот самый Аллах вроде бы как бог у мусульман, а бог – существо, проживающее где-то за пределами нашего мира, в раю, то есть на том свете. А попасть туда, как известно, можно только если... Невеселые размышления богослова были бесцеремонно прерваны представителями самой мирной религии, которые принялись избивать миссионера, не дав ему предоставить аргументы в защиту истинности собственного учения и более чем убедительные аргументы против исламской религии. Били долго и очень вдохновенно, очевидно ощущая уверенность в собственной правоте. Пока миссионер поочередно подставлял под увесистые кулаки представителей самой мирной религии то правую, то левую щеку, в то же время не переставая возносить хвалу Иисусу за его пацифистскую мудрость, поклонники Аллаха старались в поте лица. В какой-то момент придорожного диспута в ход пошли не только ноги и кулаки, но и ножи, после чего приверженец культа христианского бога уже перестал воспринимать реальность и провалился в беспамятство. Лежащего в луже крови его нашел случайный прохожий. Так волею Всевышнего миссионер Чарльз Камье 43 лет от роду выжил и поведал о своих злоключениях во славу Господа широкой общественности. Теперь надо думать, Аллах по полной программе спросит с его бестолковых защитников, не сумевших выполнить простую задачу. Доставить на встречу с ним христианского проповедника, с которым бог, видимо, желал побеседовать на темы, которые, впрочем, не нашего ума дело. А так, диспуты, конечно, дело хорошее, но только когда без рукоприкладства. Братан, мы уже все тут. Кому ты пишешь? Ага! Дули вам всем! Пусть Господь хранит вас! Бррррр! Бррр! Бррш!